В прямом эфире репортеры новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. В Одесской области вспышка заболевания гриппом. За прошедшую неделю показатель инфицированных в регионе вырос почти на 33%. Большая часть из них – дети. Показатель заболеваемости составляет 390 случаев на 100 тысяч населения. Это пока ниже эпидпорога, но всего за несколько дней в больнице Одессы госпитализировали почти 300 человек. У пациентов обнаружили эпидемиологический вирус – печально известный свиной грипп. Именно этот штамп в 15-16 годах в разгар вспышки заболевания унес жизни 42 жителей региона. Что едят наши дети? Против производителя молочных продуктов питания из Килии может вестись нечестная конкурентная борьба. Об этом сообщил мэр города Павел Бойченко, отреагировав на критику в адрес предприятия со стороны журналистов центральных СМИ и родителей школьников. Продукцию завода заранее закупали для нужд учебных заведений, в том числе и одесских школ. По словам руководителя мэра Килии, на предприятии работают более 500 сотрудников. Его регулярно проверяют контролирующие органы. Также производитель молочной продукции – стабильный экспортер в соседние государства. Это жесткий контроль. Эта компания свою продукцию поставляет на экспорт в соседние страны. И она постоянно контролируется соответствующими структурами. Она производит не где-то там на кухне свою продукцию. Это серьезное предприятие. 500 человек коллектив. Это новейшее оборудование. Это экспортивная продукция, которая постоянно проходит проверки и имеет соответствующие сигнификаты качества. И поэтому вот все, что мы видели на экране, вызывает у меня, как потребителя этой продукции, больше вопросов, чем ответов. Я вижу в этом элементы нечестной конкуренции. Напомню, на выходных журналисты одного из центральных телеканалов ознакомили свою аудиторию с результатами лабораторных исследований. Они установили, что в одном виде сливочного масла от килийского производителя 14% жиров неживотного происхождения. В остальном вообще 77% растительных жиров. Вне зависимости от того, чем завершится история с килийским заводом, качество питания в школах Одесского региона – много вопросов. По мнению представителей образовательной комиссии облсовета Сергея Биба, контроль за качеством обеда в сельских школах чрезвычайно слабый. Когда я сделал лабораторные исследования, и у меня было с чем прийти, я пришел и показал. Уважаемые, смотрите, при норме жиров 93%, у нас получается все наоборот. У нас рослинные жиры 93% и только животные жиры 7%. Жиры животного происхождения 7%. Что бы ни случилось с детьми, несет ответственность директор. Но давайте еще посмотрим, где это питание готовится. Есть у директора доступ посмотреть. Когда привозят в тормозах, извините, директор не видит, что там готовили. На золотую звезду города-героя Одессы внезапно положил глаз Киевский военно-исторический музей. Вместе с медалью, которая выставлена в Одесской мэрии, предлагалось передать орденскую книжку и грамоту. Но на историко-топонимической комиссии мэрии такое предложение моментально отклонили. Золотая медаль символизирует подвиг города. Такой интерес столичных музейщиков одесские историки считают политически мотивированным. Есть запрос, и никаких обоснований в данном случае не было. Потому что, как правило, какие-то вот такие вот просьбы или обращения, они мотивируются. Здесь это никак не мотивировалось. Почему? Потому что, вероятно, они понимали, что они не могут воспользоваться напрямую вот этой законодательной базой закона о декоммунизации, поскольку это не подлежит декоммунизации. Вот эти ордена, медали и звания, связанные с борьбой с фашизмом, они по этому закону не подлежат декоммунизации. А вот тут под шумок хотели вот так как бы в обход и тихой сапой отнять вот эти регалии. А вот предложение установить поклонный крест у Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 42 человека. На комиссии отклонили. Якобы сейчас, в не самое удачное время, такая форма увековечения может привести к обострению конфликта. На Куликовом поле существует стихийный мемориал, фактический. Он существует? Существует. Его убирают, его сжигают, его там с ним чего-то делают, но он существует. С одной стороны формат, а с другой стороны главный аргумент – это как бы несвоевременность, как мы с вами обсудили, что это вызовет там напряжение. Я говорю, что это какое-то двоедушие. Учитывая, что есть вот эти объекты самовольно установленные, с одной стороны, и мемориал функционирующий стихийно, тут, понимаете, какое-то несоответствие и двоедушие. Чистому и обновленному новощипному ряду пока не быть. Желающих реконструировать одну из самых запущенных улиц города не нашлось. В тендере на капремонт улицы остался только один участник, известный в Одессе, Росдорстрой. Трескую компанию не допустили к торгам, ее заявку отклонили. Очевидно, что теперь реконструкция затянется, хотя начать ее планировали буквально через несколько дней. Реконструкция откладывается. Одну из самых неблагоустроенных и даже трущобных улиц Одессы новощипной ряд обещали закрыть на капитальный ремонт в феврале этого года. Для этого был объявлен тендер, на котором должны были определиться с подрядчиком работ предварительной стоимостью 160 миллионов гривен. Но тендер провалился из-за отсутствия конкуренции, ведь в нем участвовала всего одна компания. А по законодательству в электронном аукционе должны принимать участие как минимум две компании. Поэтому когда начнут приводить новощипной ряд в порядок, неизвестно. Эта улица за десятки лет окончательно деградировала. Дорога усеяна ямами, завалена мусором. И здесь благополучно процветает стихийная торговля, антисанитария и криминал. В связи с тем, что один участник отклонен, идет время на возможность обжалования этого процесса для него. Поэтому окончательный результат можно сказать через 10 дней. В связи с тем, что не соответствует документам одному из участников, тендер под угрозой, которая не состоится. Дальше закончится процедура этого тендера, так как отклоненный участник имеет право подачи на обжалование. Потом будет объявлен, повторно будет объявлен тендер. Капремонт предусматривает обновление дорожного покрытия, замену трамвайного полотна и обустройство пешеходных тротуаров. Кроме того, подрядчик должен заменить телекоммуникационные, все инженерные сети. Также есть перспектива сделать новощупной ряд двусторонним. Свободен за полмиллиона гривен. Экс-начальнику Одесской областной полиции Дмитрию Головину изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог. Решение вынес высший антикоррупционный суд. Головина, которого подозревают в хищении вещдоков, обязали по первому требованию являться к следователю и в суд. Он не имеет права менять место жительства, обязан воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, а также сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Напомню, Дмитрию Головину инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц в особо крупных размерах. В Одессе будут санитарные дни. Раз в неделю в каждом районе города коммунальщики намерены проводить генеральную уборку. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства. Следить за чистотой улиц начнут уже на следующей неделе. Стартовым будет Киевский район. Все наши службы, Горзелин-Трес, Гордор, ЖКС и так далее, локализируются в этот день в одном районе. Максимально его убирают, вычищают. Ну а потом мы всю оставшуюся неделю в этом районе поддерживаем нормальную чистоту. Кроме того, в профильном департаменте анонсировали инвентаризацию проблемных и открытых канализационных люков. Далее мы выписываем это поведомление тем организациям, которые являются балансодержателями. Если в течение 10 дней эти люки не будут восстановлены, за каждый такой люк мы выписываем эту постанову на 1700 гривен и эти люки самостоятельно закапываем. Также Дмитрий Жема напомнил о том, что в Одессе работают пункты приема новогодних елок. Они функционируют в каждом районе. Он попросил одесситов приносить новогодние деревья туда, а не выбрасывать их в мусорные баки. Из пунктов приема елки отправляют на переработку. Делфи остается. Очередное заседание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкера не увенчалось успехом. Что делать с затонувшим судном, так и не решили. Ясно лишь одно. Собственник Делфи игнорирует и избегает встреч с комиссией. А без диалога с владельцем невозможно решить, каким образом убрать его с акватории пляжа Дельфин. Удалось лишь установить крайний срок попытки пообщаться с владельцем. Сделать это планируют до пятницы. В случае, если он на контакт не пойдет, Делфи демонтируют или эвакуируют силами государства. Но прежде свое слово должны сказать экологи. Опасно ли перевернувшееся судно? Возникает еще одна проблема. Экокомиссия не может предоставить этот документ. Сейчас. На каком основании? Я могу дать вывод только на плановую и позаплановую проверку. У меня нет основания. Сделайте позаплановую проверку. Выяснилось, что 10 января водолазы завершили обследование. Танкеры и трем разным компаниям дали задание провести расчеты стоимости эвакуации судна. Рассматривают несколько вариантов. Разборка судна, его ликвидация и вывоз металлолома. Второй вариант – это судно сейчас лежит на левом борту. На правом борту обнаружено пробоина. Ликвидируют эту пробоину. Потом перевернут на ровный кель судно. После того, когда судно получит в носу положительную плавучесть, занос цепляется еще в два усердных конца, разворачиваются носом в море. В начале января стало известно, что судовладелец планирует отбуксировать танкер в порт, чтобы поставить его на ремонт. Убрать судно до нового года не удалось из-за погоды. Также долго искали водолазов, которые будут обследовать Делфи. Эвакуировать танкер с пляжа хотят до начала купального сезона, то есть в апреле. Последние годы одесской тюрьмы в Минюсте разрабатывают механизм распродажи старых пенитенциарных учреждений, в частности тех, что находятся в центре городов. На выручку хотят строить новые тюрьмы с более комфортными условиями. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюсько в эфире телеканала «Один плюс один». По его словам, денег на туремные инфраструктуры в стране почти нет, а значит создавать во всех старых заведениях нормальные условия сейчас невозможно. К тому же, отметил министр, нет и потребности размещать тюрьмы в черте города. Да. Слава в том, что очень часто, например, СИЗО, они расположены в центре города. Возьмем, например, и Лукьянский СИЗО, но такая же ситуация в многих других местах. Возьмем, например, Одесса, надзвичайно хорошая земельная диланка. Нам потреба быть в центре города особенного и нет. Мы можем продать это, вырученные деньги, можем строить что-то другое. Шевера хочет, что у нас больше въездниц, чем нам пока что. Потребно, истотно больше. Мы целиком можем влаштовать распродаж тюрем. Если мы, конечно, договоримся про механизм, чтобы эти деньги не шли просто в загальный фонд бюджета, а каким-то образом аккумуляли, чтобы часть, хотя бы можно было вытратить на полившение инфраструктуры. СИЗО же, по словам Малюськи, могут стать частными. Схема проста. Владельцы финансируют ремонт, создание комфортных условий в изоляторах, а государство будет обеспечивать охрану, режим безопасности и содержание. Отбивать вложенные деньги частники будут с заключенных. Если человек захочет себе камеру с комфортом сверх нормы, установленной государством, он официально может за это заплатить. Малюська отметил, что так происходит и сейчас, но за комфорт в СИЗО заключенные просто дают взятки. Новый центр детского творчества должен открыться уже этой осенью в Киевском районе. Его строительство ведется возле школы номер 33 на улице Комарова. Здесь пока готова только коробка здания с межэтажными перекрытиями и лестницей. Общая площадь объекта – 3000 квадратных метров. Там разместится комплекс различных классов и залов. Одновременно могут находиться здесь до 500 деток. Заниматься в различных классах хореография, вокал и другие увлечения. Вы видите, что в этом будущем Доме творчества предполагается и уже сделаны направляющие для актового зала с амфитеатром. Вместимость этого актового зала – 320 человек. За Домом творчества будет находиться стадион. Беговые дорожки по протяженности, они будут самыми большими в городе. Будет находиться мини-футбольное, мини-поле комплексное, тренажеры для занятия спортом. Основные конструкционные работы уже завершены. Каркас возведен, газобетонные блоки стен уложены. Через 2-3 недели приступят к следующим этапам строительства. Внутренние отделочные работы, работы по проведению сетей, прокладки сетей. И по наступлению весны фасадные работы, благоустройство и сдача. Когда сдача? 5 августа. Преподаватели говорят, что в Киевском районе полноценных условий для репетиции, занятий для детей нет. Поэтому сразу несколько десятков кружков и коллективов ждут появления этого объекта. Здесь будет естественно, что организована работа кружков. Это хореографические, это вокальные кружки, это театральное творчество, это рукоделие. Очень надеемся, что мы сможем организовать классную работу, технологии использовать современные. Это и робототехника, то, что сегодня молодежи интересно. Ориентировочный срок сдачи объекта август этого года. Торжественное открытие город планирует провести уже 1 сентября. Строительство центра обойдется минимум в 77 миллионов гривен. В планах мэрии создать аналогичные центры в каждом районе города. Следующее такое учреждение появится на поселке Котовского. Вифлеемская звезда. Традиционная митрополичья. Ёлка, посвященная Рождеству, прошла в оперном театре. Праздник посетили более полутора тысяч зрителей, прихожан, воспитанников воскресных школ, детей, вынужденных переселенцев и многодетных семей. Более 600 юных актеров, певцов и танцоров показали различные номера. Все они объединены единым сюжетом, раскрывающим суть христианской надежды и милосердия. Под перезвон колоколов торжественное представление открыл митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Субтитры создавал DimaTorzok Ваше внимание будет предложено праздничное представление, которое будет исполнивать местное пение, посвященное Рождеству Христову, расславленное ангельским пением. Слава Божьей Богу, я на земле в мире, человеческое благоволение. Эти слова являются актуальными в наше время. Мы просим наступившего нового лета благости Божьей, чтобы Господь благословил нас миром, согласием и любовью, чтобы Господь дал нам сердца стяжания этого мира, чтобы Он наполнил наши души, чтобы этот мир вошел в каждое человеческое сердце, чтобы Он подсоедился на нашей украинской земле, и чтобы мы все стали свидетелями и поборниками мира, потому что мир – это добро, это любовь, это благословение Божье. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.